И еще о весне. Великий Новгород наводнили главные ее спутники — лужи. Утонули тротуары и переходы, плавают целые улицы и бульвары. Татьяна Баркова прогулялась по самым глубоким весенним водоемам. Чтобы перейти дорогу, нужно смотреть не только по сторонам, но и под ноги. Просто так к пешеходному переходу не подобраться. Нужно либо надевать резиновые сапоги, либо учиться далеко прыгать. Еще есть вариант пройтись по грязи. Его в основном и выбирают. Лужа возле перехода на пяти углах вызвала у новгородцев много негатива в соцсетях. После каждого дождя на этом месте образуется маленький техногенный водоем. Пройти невозможно, разве что пролететь, иронизируют горожане. Картина не радует. Не внушает оптимизма каждый день ходить эти лужи. У нас в городе так же, поэтому я не удивлена. Откуда? Дворовичей. Такие моменты неприятные. Нам нравится, что поставили забор и светофор. Но, конечно, такие лужи, особенно пожилым людям, трудно обходить. И, конечно, это неприятно. Такие проблемные зоны также есть на Санкт-Петербургской, Федоровском ручье и других улицах. В администрации города уверяют обо всех проблемах в курсе и вскоре решат. Или коммунальщики, или весна. А на нашу лужу на пяти углах уже положил глаз водоканал. У нас там ливнеприемник есть. Здесь, наверное, надо совместную работу провести по выравниванию отметок тротуара, для того, чтобы вода спокойно уходила в ливнеприемник. Ливнеприемник проверен, то есть работоспособный. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» выровняют и тротуары, чтобы вода не скапливалась в углублениях. Часть воды сольют на газоны. А в городском хозяйстве уже начинают готовиться к весеннему паводку. На особо проблемных участках скоро установят деревянные настилы. А пока новгородцам все же стоит надевать резиновые сапоги или тщательно продумывать свой путь во избежание луж. Татьяна Баркова, Петр Самусов. Новости Новгородской областной телевидении.